Беларусь никогда не создавала проблем ни для соседей, ни для мирового сообщества. В Бавруйске обсудили военно-политическую обстановку. Должны людям объяснять и говорить ту правду, которая есть, и вместе находить решение. Как это было? Чтобы заморозки не застали врасплох, ГАИ рекомендует заранее подготовить автомобили к зиме. Выбирайте безопасную скорость. Увеличивайте интервал и дистанцию между транспортными средствами. На что еще обратить внимание? От кофеопских полей до белорусских бариста бавруйские кофейни стабильно работают в условиях санкции. Мы всегда делали акцент на том, чтобы у нас была максимально свежая продукция, и, соответственно, мы работали всегда только с белорусскими поставщиками. Классическое или оригинальное меню. А также плановая сверка, прямой рейс и перспективное решение. Стартовал новый сезон проекта «100 идей для Беларуси». Какие темы в приоритете? Никаких фейков. В Бобруйске прошла встреча с трудовыми коллективами по актуальным вопросам военно-политической обстановки. С участием главы администрации президента Беларуси Игоря Сергеенко и председателем Игоревского облсполкома Анатолия Исаченко. Какие меры принимает руководство страны для защиты от различных посягательств? Ответ у Карина Гуревич. Холл Дворца искусств задолго до начала встречи наполняется людьми. Руководство и специалисты трудовых коллективов в предвкушении. Им выдается редкая возможность услышать правду из первых уст. Здесь разместились исторические выставки, которые отражают как никогда актуальную сегодня тему. Важность помнить прошлое, чтобы не допустить подобного в будущем. На выставке представлены различные данные. В основном это статистические данные по Могилевской области и по Бобруйскому району, также по городу Бобруйску. Сколько было уничтожено население, сожжено деревень, городов. Сколько людей пострадало за время оккупации в годы Великой Отечественной войны. В зале полная посадка, около тысячи человек. Первое слово за главой администрации президента. Игорь Сергеенко отмечает, за последние пять лет численность формирований НАТО в Восточной Европе выросла в три раза. Количество авиации увеличилось в пять. Все началось еще с 2017-го. Это говорит о планомерном наращивании военной силы. Я уверен, что раскачать наше общество не получится. Но чтобы этого не произошло, нужны скоординированные действия всех. А чтобы вот это единство у нас было реально, мы не должны ничего скрывать. Мы должны людям объяснять и говорить ту правду, которая есть. И вместе находить решение. Глава администрации президента добавляет, живя обычной жизнью, трудясь на производстве, необходимо понимать, какая складывается картина и какие меры принимает руководство страны для защиты от посягательств. Активизация информационно-психологической войны – это реалии сегодняшнего дня. Все неоднозначно и непросто, заключает спикер. Лично мне, допустим, встреча понравилась. Сравнительный анализ был дан четко. Ну и на высоком профессиональном уровне. Большое спасибо организаторам этого мероприятия, большое спасибо докладчикам, потому что на сегодняшний день много бросов на просторов интернета ложной информации, и порой люди просто не знают, кому верить. Такие встречи необходимы, когда первые лица государства, люди, которые видят всю ситуацию, которая складывается и внутри страны, и, скажем так, на наших границах, выезжают в регионы и, скажем так, из первых уст рассказывают и о ситуации в стране, и о том, собственно говоря, как мы будем дальше развиваться. Каждый должен на своем месте внести какой-то вклад, кто-то в трудовые деятельности, кто-то в воспитании детей, кто-то, ну, каждый по капельке. Я думаю, что целостность все-таки и единство, вот в этом случае народа, да, вот как бы не банально это звучало, это очень важно. Беларусь никому не угрожает и не хочет войны. В нынешней обстановке руководство страны принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить национальную безопасность. Благодаря единству общества, сильной вертикали власти и грамотной политике главы государства, работать в постоянно меняющихся внутренних и внешних условиях мы научились. Карина Гуревич, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Время переобуваться. Уже с декабря водители начнут штрафовать за отсутствие зимних шин. У автомобилистов осталось две недели, в течение которых можно законно ездить на летней резине. Штраф до половины базовый, сейчас это 16 рублей. Госавтоинспекторы напоминают, зимние шины должны быть установлены на всех колесах автомобиля. Губина протектора при этом не менее 4 миллиметров. Выбирайте безопасную скорость. Увеличивайте интервал и дистанцию между транспортными средствами. Откажитесь от рискованных маневров и избегайте резких торможений. Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам обратить внимание и на техническое состояние. Необходимо залить незамерзайку, проверить исправность тормозной системы, световых приборов, дворников, устройства обогрева и обдува стекол. Актуальная специальность – железнодорожный маршрут и чистая страна. В Беларуси стали перерабатывать больше твердых коммунальных отходов, что в планах. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Минобороны намерены до конца года сверить учетные данные всех военнообязанных. В комиссариаты граждан вызывают преимущественно повестками. Процедура, подчеркивают в ведомстве, плановая. Занимает не более 15 минут. Сведения собираются у всех, кто стоит на воинском учете. Из столицы планируют пустить прямой поезд до аэропорта. Для этого необходимо создать железнодорожную инфраструктуру. Специалисты проложат маршрут через городище и индустриальный парк «Великий камень». Сейчас идет общественное обсуждение воздействия проектов на окружающую среду. Продлится оно до 15 декабря. БГУ в следующем году откроет специальность «Кибербезопасность». Сейчас есть необходимость в обеспечении защиты центров обработки данных и телекоммуникаций. Для этого нужны профильные эксперты, которые могут владеть в том числе отечественным софтом. Предполагается, что по направлению появится и магистратура. В Беларуси за последние 10 лет стали перерабатывать в три раза больше твердых коммунальных отходов. Используется 31% вторресурсов. Появляются новые пункты приема мусора. Сбором занимаются уже более 400 предприятий. Действует национальная стратегия по обращению в ТКО. Ее план расписан до 2035-го. Стартовал новый сезон «100 идей для Беларуси». Подать заявку до конца декабря могут школьники, студенты, молодые ученые, доктора наук, аспиранты. В этом году внимание проектам, связанным не только со сферой здравоохранения, информационными и образовательными технологиями, но и тем, которые можно внедрить в военно-промышленный комплекс. Предотвратить пендемию в Могилевской области набирает обороты кампании по вакцинации. Чтобы предупредить сезонный подъем респираторной инфекции, прививку от гриппа сделали более 32% населения. По заключению медиков, в республике наблюдается стабильная эпидемиологическая ситуация, однако велика вероятность наслоения двух заболеваний. Ожидается так называемая твендемия. В зоне риска маленькие дети с неокрепшим иммунитетом, люди с хроническими недомоганиями и пожилые. Население города Бобруйска и Бобруйского района привито на 36,1%. Хотелось бы подчеркнуть, что требуется 40%. Мы уже на финишной прямой. Распространение вируса может предупредить коллективный иммунитет. Вакцин в достаточном количестве. В частности, в область поступил бустерный препарат от КОИ-19 кубинского производства. Медики напоминают, прививка снижает риск развития тяжелого заболевания. Также рекомендуют чаще проветривать помещения, в общественных местах соблюдать респираторный этикет и физическую дистанцию. С чего начинается утро? Бобруйские кофе нестабильно работают в условиях санкции. Ориентир делают на белорусских поставщиков и обжарщиков. Никаких ограничений и сбоев в заказах нет. Бористов всегда готовы приготовить ароматный напиток как для постоянных клиентов, так и туристов. Вкус сливочного рафа оценила Ольга Васинда. Уютное кафе на Пушкино открылось всего пару лет назад, как раз в период санкций. Но ситуация не напугала. Здесь команда увидела лишь возможности. Руководство нашло надежного белорусского поставщика и обжарщика. Партнер закупает ароматные зерна в разных странах мира – Бразилии, Эфиопии, Кении, Бурунди и Колумбии. Никаких ограничений и сбоев в заказах нет. Раф здесь готовят на основе арабики и робусты. Сливочный вкус заметно бодрит. По желанию добавляют подсолнечную халву. Кстати, лакомство заказывают у красного пищевика. Посетителям предлагают как классическое меню – эспрессо, американо, латте, флетуайт, так и для любителей необычное – какаос-маршмеллоу, фраппе-микс и капучино-декаф. В составе 60% робусты. За счет этого кофе хорошо тонизирует и позволяет раскрыть вкус напитка. Нотки шоколада, орехов и марципана, цитрусовые, пряные и сахарные сиропы бармен делает сама. Стоимость приятная – от 2,5 до 5 рублей. Обратная связь от посетителей всегда положительная. То есть им нравится, что это хороший сбалансированный вкус и каких-то негативных комментариев я ни разу не слышала. Нам очень повезло, потому что нам не пришлось как-то подстраиваться под рынок в силу того, что мы всегда делали акцент на том, чтобы у нас была максимально свежая продукция. И, соответственно, мы работали всегда только с белорусскими поставщиками. Молоко сюда поставляет бобруйский филиал «Бабушкиной крынки». Всегда свежее и качественное. Пирожные, торты и чизкейки от местного кондитера. Ассортимент меняется через день. К тому же здесь можно не только полакомиться сладостями, но и перекусить. Сегодня мы взяли сапагетти, карбонару и собу со свининой. Очень понравилось. Идеальное сочетание и соуса, и соли, и специй. Универсальный вариант. И ребенок всегда поест. И какао тут тоже очень хорошее. Супы, салаты, закуски и горячие. На любой вкус и кошелек. Повара настоящие волшебники. Каждое блюдо особенное. Приготовлено с душой и из свежих продуктов. Мясо, молоко, фрукты, овощи и зелень обновляются четыре раза в неделю. Свой подход здесь каждому гостю. Будто постоянный клиент или турист. А кофе, без сомнений, хватит на всех. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Бобруиск, 360. До новых встреч. В городе завершился фестиваль национальной драматургии. Позади шесть дней. Восемь спектаклей, а также три постановки в рамках программы «Эксперимент». В списке 11 участников свои работы представили коллективы из Бобруиска, Бреста, Гомеля, Минска, Могилева и Молодечна. Репертуар разделили на три блока – военные, суриконациональные и современные. Театральный форум прошел на родине Дунина Марцинкевича уже восьмой раз. Все спектакли очень разные. Они динамичные, яркие, агрессивные или наоборот меланхолические, поэтические. Но это всегда живой диалог с залом, живой диалог со зрителем. И здесь в каждом спектакле есть вопрос нашей национальной идентичности. Наш состав профессионального жюри, конечно, субъективность присутствует, потому что это театр. Но есть критерии оценки спектаклей. Это, скажем, художественная целостность спектакля, это составляющая спектакля, драматургия, режиссура, сценография, актерское искусство. На каком уровне они представлены в каждом из спектаклей. Во многом форум сложился из спектаклей по произведениям классиков. Василия Быкова, Янки Купалы и Алексея Дударева. В программе «Круглые столы», мастер-классы, читки пьес, лекции, экскурсии. Площадками впервые были определены три сцены. Постановку бобруйских артистов «Песи и Янко» презентовали в Могилевском театре. Сразу после нас, Ирина. Моя коллега Кристина Ариан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok